Добрый вечер. Грамотно разложить людей по кладбищам, могилам, захоронениям, ну, всяким прочим специально отведенным местам, внезапно захотелось депутатам одной нашей такой удивительной национальной окраины, скорбно прикидывающейся еврейской автономией. Ну, понятно, там жестокий климат, очень печальная предыстория, не имеющая отношения к титульной сути, она почему-то подтолкнула этих людей к порядку и ранжиру в теме, про которую всем остальным, по крайней мере, умным, заранее понятно, что ее лучше не трогать. Но автономные еврейские депутаты из Биробиджана к вопросу подошли решительно, причем с самой неожиданной стороны. Ну, все-таки надо было как-то им, видимо, изобразить наличие хотя бы легкого нетривиального еврейства в своих рядах, хотя известно, что в Биробиджане вот уж кого там никогда не было, так это евреи. Тем не менее, ребята подошли к вопросу с неожиданной стороны и определили, что в стране лежать и увековечиваться вообще-то разрешено только в строго отведенных местах. А вот на месте смерти помнить об окончании жизненного пути человека никто не смеет. За отправную точку погребальной заботы они взяли наши дороги. Ну, вы понимаете, что если кто погиб в ДТП, то венок на обочине ему уж совершенно точно не полагается. Депутаты, собственно, об этом и говорят. Причем они объясняют почему. Потому что торчащая из земли палка с фотографией, она же не обязательно имеет какой-то религиозный оттенок креста или там других конфессий. Иногда бывает просто вот некий такой памятный знак с портретом и, например, датой жизни, рождение, смерть. Так вот, с точки зрения депутатов, это не гигиенично. Ни много, ни мало. И вот эта палка, она вредит экологии. И она рушит у депутатов этические нормы. Я, конечно, всего на свете не знаю, но, насколько помню, еврейский обряд погребения, конечно, от православного отличается, но вот не настолько сильно, как, например, однозначно вредоносный для экологии погребальный обряд ломаистов. Ломаизм – это ветвь буддизма, исповедуемого в Монголии. В отдельно взятой там принято покойника выбрасывать за околицу. Если, вот, например, любимую маму к утру собаки разорвали, труп любимой мамы, значит, хорошая была мама. А если и не разорвали, значит, плохая была мама. Вот это действительно немножечко, наверное, покушается на экологию. И по поводу аргументации, конечно, псевдоеврейские депутаты с национальной дальней окраины нашей страны не особо готовились, но в законодательство глянули, посмотрели, что в законе о погребении и похоронном деле написано, что для увековечения памяти устанавливаются специально отведенные места, соответствующие этими самыми этическими, санитарными, экологическими нормами. А вот из-за безалаберной гибели народа в недозвольных совершенно количествах дороги страны превратились в места скорби, и вот именно этого допустить нельзя. Хотя, если депутаты не заметили до сих пор, они это уже допустили. Я был в Биробиджане, место действительно скорбное, очень печальное, и понятно, что людям там тяжело живется. Но если депутатам, как всегда, нечем заняться, то вот именно в Биробиджане, кроме венков вдоль дорог, еще очень много сложных, нерешенных вопросов. Ну, с другой стороны, посмотрим на это. Зачем же народ, погибающий в таких недозвольных количествах по всей стране, старается и колотит кресты там, где никто не лежит? Ну, разве нужна память о покойнике? Да еще такая. Причем в таком нелепом месте, где у человека финальная точка его жизни. Вообще, умирать, судя по депутатской логике, нужно не на дороге, а в специально отведенном месте. Желательно по какому-нибудь разрешению, например, в больнице. Самовольно подобные вещи делать нельзя, поэтому должна быть какая-нибудь бумага, предписание, заключение специальной комиссии. А вот умирать просто так, под любым кустом, с последующим увековечиванием или каким-то знаком памяти. У нас в стране отдельным категориям граждан разрешено. Это воины в состоянии защиты Отечества, это Герои Советского Союза, это неизвестные солдаты и жертвы терактов. Вот вы знаете, что у нас довольно много самолетов погибло в этой связи, и по земле разбросаны памятные таблички, как раз вот увековечивающие данное скорбное событие. И там никто не лежит. Но память о жертвах теракта есть. И это касается совершенно разных географических мест, в том числе и в московском метро на Пушкинской есть такая табличка. Там в метро тоже никого не закопали, это не кремлевская стена. И тем не менее такая табличка есть. И вот еврейские депутаты полагают, наверное, что в метро это уместно, а на обочине это неуместно. Или там, где погибла трагически целая хоккейная команда, локомотив, там это уместно на берегу. А вот в любом другом месте эти прикидывающиеся заведомо умными людьми евреями депутаты считают, что это неуместно. Понятно, что вот всем этим людям, героям Советского Союза, неизвестным солдатам, жертвам теракта, им полагаются любые знаки памяти и по конфессиональному признаку, и по персональному. К ним, естественно, не зарастет народная тропа в соответствии с установленным регламентом. Спрашивается, остальным с какой стать? И какая общественная польза от крестов по обочинам, установленным в разрез с этикой санитарии? Кому это нужно? Тем более, что крестов все больше, ездить по нашим дорогам все страшнее, в том числе и поэтому. Хотя по официальным данным, если посмотреть, то у нас увеличилась продолжительность жизни, у нас количество в России рожденных таджиков наконец-то превысило смертность русских, у нас ГАИ с блеском выполнила федеральную целевую программу повышения безопасности дорожного движения, даже программа была паралонгирована до 2020 года, при этом, как известно, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. То есть, нет оснований для скорби и печали, и вот эти вот подлые палки, торчащие вдоль дорог, они очень сильно портят имидж страны и вообще всеобщее приподнятное настроение, когда до Олимпиады осталось буквально каких-то 200 дней. И вот этот крест на обочине, на самом деле, если посмотреть в корень, это и есть самое, что не наиск, конкретное, федеральная целевая программа повышения безопасности дорожного движения. Вот это она. Только в народном исполнении и на народные деньги. У нас государство первый раз, когда эту программу затевало в 2006, она выделила на нее 48 миллиардов рублей, потом насладилась результатом, выделила 100 миллиардов рублей до 2020 года. И единственный зримый результат, ощутимый, это ГАИ создала дирекцию по управлению федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения с должностями, окладами, кабинетами, ну еще бы на 100 миллиардов, представляете, какие там оклады. А вот способ достижения вот этой самой цели, то есть по повышению безопасности, это пропаганда, агитация, воспитание людей. Так вот ГАИ почему-то этим не занимается, ну хотя, конечно, если отчеты посмотреть, там блеск, там великолепно, там потрясающие графики, диаграммы, все очень хорошо. А вот эти кресты, вот эти поминальные палки вдоль дорог, эти венки, эти цветы, это и есть народное исполнение, федеральная целевая программа, теми самыми методами, которые заложены в эту программу. То есть максимально наглядная агитация, очень убедительная пропаганда и очень серьезное воспитание. Когда едешь вдоль крестов, вдоль венков, вот это федеральная целевая программа повышения безопасности дорожного движения, в чистом виде, вот в кристально чистом виде. И понятно, что люди исполняют обязанность государства бесплатно, а депутаты в Биробиджане по этому поводу очень переживают, потому что вот эти кресты, они на самом деле, ко всему прочему, обозначают подлость нашей власти, дезертирство ГАИ, цинизм депутатов и места наиболее мрачных провалов государства. И поскольку страна усеяна крестами, венками и скорбными портретами, катастрофа дорожного упадка слишком очевидна, масштабна, и что однозначно нервирует депутатов, она наглядна. Вот становится понятно, в каком ужасе мы живем и ездим. Это ведь в Москве не так заметно, хотя венков тоже хватает. А вдоль трасс, и не только федеральных, вот это ужас. На любом сложном повороте сколько у нас венков. Неважно, есть там асфальт или нет, большая была скорость или маленькая. Это чудовищно. И вот эта подлость власти, которая в том, что у нас дороги разваливаются при бюджетном избытке, в том, что у нас есть феодальное правило движения, когда приоритет богатого над бедным. У нас есть государственный стандарт на дырке в асфальте. У нас с утра до ночи сажают всяких росавтодоровцев. У нас есть автодор целиком, который нужно просто запретить за его, опять-таки, подлость, за его подлую сущность. И все это вместе иллюстрирует и качество нашей жизни, и качество нашего выживания один на один с дорогой. Но самое главное, депутаты за венки придумали штраф. Им деньги нужны. Вот в чем дело. Новости. Нет пробок, нет звонков. 65, 10, 9, 9 и 6. Все линии свободны, кроме первой, которую занял Евгений. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Сергей. Звонил вам из города Кемерово. Долго-долго пытался вам дозвониться. Наконец-то с дебютом. Проще было пешком дойти уже? Возможно. Ну, это было быстрее, чем Почта России, по сути, доставляет. Да, Почта России, это наше святое. Это как РЖД. Их трогать нельзя. Сергей Степанович, хотел бы вас поблагодарить за ваш совет. Мы сами на Фейсбуке переписывались. Я владел Опелем Сигнум. Долго и счастливо. И продал, и, наконец-то, купил Шкоду Суперб. Ну, в классе вы не проиграли. Вы остались на той же высокой ноте. Вот место в салоне для меня, для задних пассажиров, было очень критично. И вот, да, как бы, в этом плане других автомобилей как-то не подходили. Нету, нету других. Дальше идет только Чайка ГАЗ-14 и ЗИУ-118. Вот, Сергей, вопрос у меня такой. Купил я его с 12-го года производства. Соответственно, он на шестиступенчатой коробке автомат. Не на роботе. Хотя я искал, честно, робот, но подвернулся очень хорошей знакомого, скажем так, продавал, уехал из другой страны. Продал мне автомобиль ему всего полгода. Вот, хотел бы узнать, не прогадал ли я то, что у него коробка именно автомат шеступенчатая. И второй вопрос по расходу топлива на нем. Машина отслуживает каждые 7,5 тысяч, то есть, замена масла, фильтров, но расход в городе в очень спокойном режиме составляет порядка 16-17 литров без климат-контроля. Ух ты. Никаких ошибок нет. Да, а какой бензин вы льете? Ну, у нас Газпром 95-й, либо вот сейчас в данный момент Лукойл 98-й, но опять-таки Лукойл по франшизе, который... Ну да, толку-то от него. Да, другого у нас нету. в 95-м не жаловался, но я Опель пробегал 11 лет. Вообще, я в хорошем очень состоянии отдал следующему владельцу. А мотор 1.8? Да, 1.8 ТСАИ. Вот, пока вы только излагали суть и формулировали первую часть вопроса, проиграли ли вы от этого выбора или выиграли, у меня как раз вертелось на языке вторая часть, которая тоже стала вопросом, а у меня она была ответом. Вы проиграли только в топливной экономичности, потому что пара ДСГ с ТСАИ, они озабочены единственной проблемой на свете, это сохранением лишнего литра бензина в баке. И работают они без учета того, нужно вам быстро или медленно, хотя, в общем, ребята, они очень расторопные, но они занимаются только одним, они экономят. А КПП это серьезный очень выигрыш в надежности, потому что по ДСГ кому повезло, те счастливы, кому не повезло, они уповают на пятилетнюю гарантию. Вы обратили внимание, сколько по этому поводу слез в интернете, не от всех, конечно, но вот кто попал, что называется, попал по полной программе. Но 16 литров это слишком много, это неоправданно много, хотя это похоже на правду, потому что когда нам с вами рассказывают сказки о том, что какой-нибудь Тахо ест 11 литров, а на самом деле он живет 40, или там Mazda CX-7 у нее 9 литров, а на самом деле у нее 30, вот это похоже на правду, хотя правда это горькое. 16 литров это многовато, по идее ваша норма должна быть 12 литров, и обычно это связано с тем, что октановое число не подошло, то есть чем ниже октановое число, тем больше расход топлива. А у вас вроде бы на ценнике написано, что это 95, какой на самом деле никто не знает, возможно, что он и в том числе 92, но хотя бы чистый не убивает машину. Поэтому у вас остается только одно, осознать себя владельцем чрезвычайно респектабельного автомобиля, научиться свысока посматривать на все эти недо Тойоты и прочие понтовые Лексусы, наслаждаться Шкодой и знать, что 16 литров это всего-навсего такая у нее норма. Машина действительно мне очень нравится, при том, что я не люблю какие-то гонки, хотя в свои 24 года этот Шкоду я купил самостоятельно. Замечательно. Я рад за то, что в Кемерово у людей есть возможность самостоятельно в 24 года купить себе столь достойный аппарат. А еще подскажите, пожалуйста, сейчас рестайлинг же будет суперно. Она будет кардинально отличаться как вот Октавия или это будет просто легкий Хельсбит? Нет, это будет чуть-чуть измененная внешность. Эта машина будет, если их поставить рядом, будет та же самая, у нее будет немножко другая оптика. Они наконец-то чуть-чуть переделали ей заднюю светотехнику, которая давно просилась на определенные изменения, но это именно та же самая машина. А вот Октавия действительно новая. Вот Октавия это как раз похороны бренда Шкода, а у вас еще очень полноценный аппарат, который не имеет прямого аналога фольксвагеновской линейки. Вам-то как раз повезло по полной программе. Ну, я в том числе благодаря вам. Ну, и опять-таки был у меня на тренете супер, у меня у друга тоже, кто его увидел, мне он очень понравился. Искал его в белом свете обязательно. Ну, Евгений, знаете, меня благодарить тут не за что. Я просто проходил мимо, оценил ваши страдания и очень аккуратно вас к нужной лузе кием так раз и подставил. А вы сделали свой решительный шаг, от чего только выиграли. Это ваша заслуга. Я просто проходил мимо. Андрей, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. 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 Меня зовут Андрей. А вы в эфире. Да, я понял. А здорово же. По поводу крестов, вот неоднозначное мнение. Так, конечно, конечно. То есть, с моей точки зрения, они как бы обостряют водителя внимание, но другая сторона медали. Неприятный осадок. Конечно. А труп на дороге приятный осадок? Больно много их на дороге. Больно. И больно им много. Ну, альтернативу им можно найти, просто никто этого делать не хочет. Например? Например, та же реклама, те же плакаты, те же статистики, более как. Андрей, вот об этом и речь. Когда государство в состоянии запустить проблему, но не в состоянии ее вылечить, происходит вот такой народный ответ на отсутствие государства. Здесь вакуум. Федеральная целевая программа именно об этом. Средствами пропаганды уговорить людей быть внимательны, осторожней, вежливы, соблюдать правила дорожного движения. На это выделили 100 миллиардов рублей. И что эти люди сделали за 100 миллиардов? Вы по телевизору хоть один пропагандистский ролик видели? По радио слышали? Вы какую-то помощь, какую-то поддержку хоть как-то на эти деньги от ГАИ ощутили? Нет. А вот эти кресты, ужасные кресты. И это неправильно, когда у нас вся страна превращается в погост. Да, согласен. Это чудовищно. Но это отражает истинное положение вещей. А вы знаете, сколько у нас людей погибает в ДТП? Официально по статистике 23 тысячи. Неофициально... Я слышал другую цифру. Какую? 400 тысяч. Ну, на дороге у нас количество смертей, вот если посмотреть альтернативные данные, экспертные оценки, 400 тысяч у нас погибает в год от алкоголизма. В год я имею в виду. В год от алкоголизма. От ДТП 100 тысяч. Плюс еще порядка где-то, наверное, 250 тысяч убийств в стране. Хотя официально 17. Ну, это официальная статистика. Вы 100 тысяч умножите сразу же на 3. Ну, вот в столь кровожадную цифру по определенным параметрам не поверю, но в 100, к сожалению, поверю. И вот эти 100 тысяч ежегодно, а потом к ним добавляется еще 100 тысяч, а потом еще один год еще 100 тысяч. Гаир апортует и говорит замечательно, а какая-нибудь очередная Голикова мисс Арбидол рассказывает нам, что таджиков стало наконец-то много, поэтому у нас вообще в статистике все великолепно. И результат какой? А вот они, эти кресты. Ну, подождем, 15-го года у нас въезд уже сточится, может быть, уменьшится таджиков. Но это уже второй вопрос. Да, это не к нашим крестам. Тем более, ведь это не имеет отношения непосредственно к какой-то конфессии, потому что, когда я был на Кавказе, там точно такие же очень скорбные памятные знаки в таком вот исламском грустном стиле. Вот с точно такой же душераздирающей нотой о том, что здесь погиб молодой парень. Простейший поворот, он не требовал абсолютно ничего, кроме одного. Например, хорошего асфальта. Или чтобы зимой там кто-нибудь просто взял и песочка сыпанул. И, конечно, как всегда, мы же виноваты. А что ты гнал? А вот так вот. Там еще есть кресты и памятные таблички по войне 90-го года. Есть. И такие есть. Абхазия, Грузия, вот это вот разделение. И это есть. Знаете, там войн-то много в этом регионе было, а вот если посмотреть при Эльбрусе, а сколько там братских могил мы с немцами там как рубились, причем зачем? Вот зачем мы, например, выкуривали немцев с Эльбруса? Они вот через полгода там с голоду сами сдохли. Мы зачем в лоб штурмовали их и усеяли все при Эльбрусе братскими могилами? А вот так вот у нас. А вот так. Бабы новых нарожают. И вот эти кресты, с одной стороны, это ужасно, а с другой стороны, вот это и есть правда. Вот она такая. Вот государство у нас такое. Да, я согласен полностью. У меня такой вопрос по машине. Можно? Да, конечно. То есть, как бы, есть возможность взять Ford Explorer третьего года. Ух ты. Что вы можете о этой машине сказать? Хорошего, плохого? Это очень хорошая легковая машина. Она, вот это американский взгляд, вот когда немцы, например, хотели себе сделать какой-нибудь такой легковой автомобиль повышенной проходимости, у них одна из лучших, наверное, машин на эту тему, это первое поколение Audiol Road. А когда американцы сделали то же самое, у них получился Ford Explorer. Это очень хорошая, большая, классная легковая машина с действительно повышенной проходимостью. Она пока еще на раме, она уже с полностью независимой подвеской, она не является тем внедорожником, который может сам решить за вас какие-то проблемы, например, при отсутствии навыка или дорог, но при всем при том, классный аппарат, большое колесо, полный привод. По автомату, что можете сказать, какой его эксплуатации? А по-разному. Вы берете машину 2003 года, соответственно, ей 10 лет. За 10 лет... За 10 лет меня смущает пробег, я что-то слабо в него верю. Не бывает такого пробега, скрученный спидометр. Ну, понятно, там как минимум 300. Тогда двигатель еще поживет, коробка на подходе, и редуктор заднего моста на подходе, и в раздатке цепь на подходе, и по передку нужно посмотреть, что там у нее тоже, скорее всего, на подходе. И расход меня смущает. То есть смешанный цикл до 20 литров. Ну, это не всегда в прямую говорит об ошибках, хотя там какой, V8 или V6? Для V8 20 литров это нормально? Вот если бы было бы 60, я бы удивился. А все, что до 40, у V-образной восьмерки, замечательный расход. 20 литров... Сергей, здесь перебью. А допустим, я перевожу ее на газ, то есть я выиграю? Вы лишаетесь багажника и возите с собой иллюзию экономии, которая работает только летом. Потому что зимой на газу вы не заведетесь, и у газооктановое число у него 105, соответственно, вы возите разнотопливную аппаратуру и постоянно катаетесь то на 92, то на 105. Представляете, через сколько вы прикончите старый мотор? То есть довольно быстро. Тризна будет... Мне даже вот мой хороший знакомый продает 100 тысяч пробег, второй хозяин по ПТС. В эту сказку, конечно же, сложно верить. Нет. А тем более вы по каким признакам определили 300 тысяч? Машина выглядит на 300 или выглядит на 100? Кузов новый, как он говорит, это родной 100 тысяч пробег. Но я что-то разбил на 10 лет, получилось минимальное количество. А по потертости салону, по рулю, по педалям, по рычагу стольник или 300? Это видно, что он 10-летний. По посидениям, естественно, видно. Ну, увы, чудо не произошло. Перерыв на новости. Телефон в Финам ФМ 65 10 9 9 и 6. Стас, это вы. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Добрый день, Сергей. Меня зовут Стас, Москва. Я вот хотел бы такой вопросик задать. Давайте. У меня в сентябре и в октябре появится еще один ребенок, это будет третий ребенок в семье. Отлично, поздравляю. Стас, это очень правильно, несмотря на демографическую ситуацию в нашей стране и экономическую стабильность, это очень правильно. Вашей жене нижайший поклон. Обязательно сейчас поклонюсь. И я хотел бы подобрать себе какой-нибудь автомобиль семиместный. Вот рассматриваю пока варианты Volvo XC90 и Land Rover Discovery. Ну, третий, четвертый, там, в зависимости от года. Скорее всего, 2009-2010. В общем, автомобиль это Volkswagen Tiguan. А вы по городу будете или вам нужна внедорожность? Ну, вы знаете, вообще, в основном, конечно, по городу езжу, но бывает, например, на этих выходных мне приходилось форсировать реку, потому что стояли в большой пробке, ехали в Суздаль. Вот. И объезжая пробку, через речку пришлось переезжать. Да. Семиместных машин, конечно, мало. У нас есть еще Toyota Highlander, у нас есть еще и семиместных Honda Pilot, такой здоровый ящик. Причем, и у Highlander, и у Pilot, при всем при том, что они довольно беспонтовые ребята, реально сидится сзади хорошо. Хотя, значит, получается, что жена у вас сидит посерединке второго ряда, у нее справа либо слева под рукой пристегнут малыш, совершенно игрушечный, который в сентябре, в октябре родится, дай бог, и еще двое где-то рядом. Они у вас какого возраста? Старшему сколько? Шесть, три года. То есть, понятно, значит, на переднее сидение вы не рискуете никого, либо трехлетний сидит с вами. Дело в том, что семиместность автомобиля и вот этот вот иллюзорный сзади ряд, он очень труднодосягаемый. Если вы туда посадили ребенка, пробраться к нему практически невозможно. И получается, что как только вы туда заперли ребенка, он сидит в такой зоне, в которой, например, ваша жена, сидя посредине автомобиля, даже толком руку не протянет, потому что он чего-то уронил, оно укатилось, он закричал, вы все среагировали, а помочь ему нечем. Нужно останавливаться, отстегиваться жене, переползать через бруствер, либо тогда заваливать спинку одного из сидений второго ряда и сажать кого-то или одного или двоих туда-назад, вы теряете сразу полностью багажник. То есть, вот эта семиместность, она на самом деле скорее создает головную боль и неоднозначные надежды, нереализуемые, чем удобство от автомобиля. И тогда получается, что вам нужно просто, значит, самый маленький у вас будет в нулевом кресле, который от нуля там до скольких-то килограмм, не помню, по-моему, до восьми, жена будет скорее всего сидеть посредине и для этого очень важно, чтобы среднее место было полностью для этого готово, другой ребенок под левой рукой и третий ребенок непосредственно в вашей компетенции где-то спереди. Тогда багажник у вас, соответственно, завален вещами в дальней дороге, а жена в состоянии будет разобраться с тем, который справа и с тем, который слева. Потому что иначе все. То есть, у вас не получится запереться в пилотской кабине и управлять. Вам придется на ходу как специальному спецназовцу сосочку аккуратненько в цель точно тынц, либо пустышку, либо бутылочку. Семиместных машин, то есть дискарь как семиместный, да, действительно неплох, но опять-таки у вас будет вот эта вот проблема извернуться, а тем более через задние подголовники пролезть будет сложно. И как только вы на седьмой ряд, на седьмое место кого-то посадили, а куда багаж? А куда сумки, а куда памперсы, а куда горшок, а куда водичку, а куда печеньку, а куда чего? А еще зима, соответственно, три комплекта валенок, шуб и так далее. Поэтому, вот когда у вас это сокровище наконец реализуется и станет уже говорить мяу, вы втроем с нежностью идете и подбираете машину, не семиместную, а любую, но такую, чтобы на заднем ряду было удобно, чтобы жена могла туда и сюда. Семиместность это очень понятна ваша мотивация, Стас. Вы, как замечательный папа, пытаетесь решить проблему, на подходе которая, а семиместность, к сожалению, ее не решает. То есть, вы хотите максимально позаботиться о семье, сделать максимально удобным перемещение, а семиместность очень относительная. Вот такая вот, увы, особенность жизни. Понятно. Буквально недавно ездили на тест-драйв Volkswagen Multivan. Так. Очень сильно понравилось. Правильно. Но, к сожалению, цена нового автомобиля, она просто убивает. Вот там посчитали в районе там трех с лишним миллионов. Ну, это вы взяли с вертикальным взлетом на полном приводе с каким-нибудь V6? Нет, не совсем. Это, ну, да, полный привод, это 1.8 битурбо, но мне просто, знаете, еще не хочется ездить на автомобиле, который не едет. А-а-а. Ну, да, Стас, вам и, в общем, возраст, и крылья. Кстати, еще есть такая штука Viana. Она полноприводная на двухлитровом трубе дизеле. Тоже довольно неплохо себя чувствует. И там нормально можно разместиться. Хотя, тем более, там три же базы у Viana. У него короткая, средняя, длинная. Ну, в длинной, соответственно, вы можете туда просто как в электричку. Заходите, выходите с семьей. Там тоже будет нормально. Только не берите столик посередине. Столик посередине коленкой обобьете. Толку никакого. Мне кажется, Mercedes будет подороже. Он не будет подороже. Это иллюзия. А потом, покупая Mercedes, всегда нужно смотреть, какие у них есть особенности. Вот еще какое-то время тому назад у них была специальная карточка, обычная банковская. Она называлась Visa Infinity. И это Infinity, которая не имеет отношения к автомобилю Infinity. Она давала 9% скидки на любой Mercedes при покупке. Поэтому вы могли, причем вам нужно было эти деньги класть на книжку, то есть, ну, на карточку. Но там нужно было делать специальный взнос в, по-моему, полмиллиона. Но эти полмиллиона сразу шли на покупку машины и обеспечили вам 9% скидку. А когда вы берете машину стоимостью, например, 1,8 млн, то 9%, это очень неплохие 9%. И вот у Mercedes таких подпольных камней и подпольных программ очень много, но, как правило, менеджер, это же такой человек в галстуке, у которого стоит задача не помочь вам, а покрасоваться на вашем фоне. Поэтому, конечно, он вам не союзник. И подобные вещи надо искать самостоятельно. Но это тоже вариант. И, кстати, вы абсолютно правы, что посмотрели уже не в сторону поддержанных, например, дискарей, а в сторону новых минивэнов. И, в конце концов, есть еще Ford Galaxy и Ford S-Max, которые тоже, будь здоров, какие молодцы. А через какое-то время на наш рынок придет Ford B-Max. И, с одной стороны, это крошечная машинка. И, казалось бы, а как оно туда все поместится? Но это чрезвычайно удобная машинка. Вот когда она в салоны встанет в шоурум, к ней тоже имеет смысл прийти и посмотреть. Тут еще в чем неприятность. Вам кажется, что большая машина это удобно, как большая квартира. А маленькая машина, соответственно, это тесно. А помните прелесть коммуналки в чем? В том, что и шагу не сделал. Вот тебе под коленку раз, табуреточка приехала, руку протянул, ложечку достал, развернулся на табуретке, чайничек закипел, тянуться недалеко. Ну, понятно, да. Ну, собственно, живем в такой квартире маленькой. Поэтому вы мечтаете о большой машине? Просторной. Нет. Простором у вас будет только дорога под колесами, по которой вы всей семьей счастливо будете продолжать кататься и в Суздаль, и дальше, и наслаждаться свободой перемещения. И это не обязательно будет большая машина, в том числе маленькая, а потом вы приедете обратно в свою маленькую, родную, уютненькую квартирку, в которой вам ближайшие несколько лет будет тесновато, но зато замечательно, по-доброму, в любви и согласии. Вот. Понятно. Стас, какие приятные хлопоты у вас. Сергей, здравствуйте. Сергей, да, здравствуйте. Здрасте. Ну, я думаю, что я первое могу передать вам привет, справа руляю. Спасибо большое. Заходите к нам почаще, скучаем без вас. Ну, меня туда регулярно один из ваших модераторов привносит, и я там привнесенный существую. В любом случае, вы молодцы. Спасибо. И спасибо, Саша, наверное, на Лазарево. Конечно. Сергей, значит, вот я, собственно говоря, тут отважился на путешествие до Паланги и обратно и посмотрел на дороги и наши, и белорусские, и литовские. Вы знаете, я не сильно одобряю кресты вдоль дорог, ну, возможно, это какое-то мое внутреннее убеждение. Имейте право. Но возвращаться в Москву в дождь, значит, по дороге, где снят асфальт, нет ни одного знака, и только одни камеры, фиксирующие превышение скорости, это просто ужас, честное слово. Ну, нам же с вами обещали светлое завтра, а не светлое сегодня. Ну, вы знаете, я тут пока ждал разговора с вами, да, вспомнил одну фразу, которую мне сказал гаишник на заре начала моего вождения лет 15 назад. Стукнулся, оформил. Вот, я думаю, что ничего не изменилось в этой организации никогда не изменится. Нет, конечно, а почему должно измениться? Ну, не знаю, мне все-таки казалось, что что-то в этой жизни должно измениться, и право руля меня постоянно подвигает к этим изменениям, но я что-то как-то, в силу своей борьбы с гаишниками, в последнее время начал ощущать с той стороны не просто там какую-то кирпичную железобетонную стену, а просто какой-то, вот я не знаю, во временный объект оборонный. Сергей, поскольку у них агония, и вы видите, какие судороги их охватывают, то, конечно, они сейчас в этом состоянии производят довольно твердое впечатление, но именно благодаря, в том числе, и право руля. Вы посмотрите, как меняется ситуация. Вы, Сергей, когда садились за руль 15 лет тому назад, а я вот, например, 20 с хвостиком лет тому назад садился за руль. Меня тоже 20 с хвостиком. Да, Сергей, нас с вами чему в автошколе учили? К тому же, чему берегись автомобиля. В кармане должен быть зажат троячок, а в наше время тогда уже червонец, потому что задача водителя быстро откупиться. И этого учили в автошколе. А теперь правовая ситуация какая? Теперь в автошколе учат, что мент он козел поганый, звоните адвокату и ничего не подписывайте. Это другая крайность, но ситуация изменилась. Ведь 15-20 лет тому назад милиционер был априори прав, а мы ничего не могли доказать, мы делали только первые попытки. А на сегодняшний день как выглядит ситуация? Она сильно, сильно изменилась. Значит, все-таки даже путем всегда тошнящей крысы, которая сильно болтает на нашем корабле, мы же можем многое изменить и волну поднять, и результата добиться. И поэтому то, что вы боретесь с гаишниками, ведь на самом деле это определяет очень неудобную для них ситуацию. Сергей, там где вы, там закон, там не получится взяткой, типа, ну командир, быстро мне плати и поехал. Не получается. Ситуация... Нет, не получается. Да, ситуация меняется. Но вот она не меняется в дороге, она не меняется в качестве асфальта, она потихонечку меняется на разных фронтах. До асфальта, ну, при этой власти, конечно, мы не дойдем ни в коем случае. Вы, наверное, слышали о скандале, который произошел сегодня, буквально на днях с руководителем Волгоград-Автодора. Человек... Да нет, вы знаете, я только вернулся, фактически. А, так я завтра об этом подробно расскажу, но сейчас, что называется, анонс. Доказано судом, что человек украл 64 миллиона рублей, будучи руководителем Волгоград-Автодора. Как вы думаете, сколько ему дали? Ему дали 5 лет условно. Ну да, это же не Навальный. Конечно. Вот именно, что не Навальный, потому что Навальному 5 лет реально. Вот она разница. Это как раз тема для того, чтобы поговорить всерьез, а вот так вот не между делом, но, тем не менее, все-таки, вы, может быть, смотрели сегодня новости, у нас был отчет по Первому каналу о том, как ребята проехались от самых дальних окраин до центра нашей страны по дорогам, по которым, в том числе, инспекторы Автодора проехали. Автодоровские сказали, все отлично, а эти ребята собрали материал, отдали его в прокуратуру, потому что даже трасса Амур и не таща Путина уже развалилась, уже все, уже просадки грунта такие, что убьешься, и с этим надо что-то делать, и ребята пошли самым правильным путем, таким же, которым идет, например, правая руля или вы в борьбе с гаишником, они засовывают обратно этих уродов в правовое поле. Это очень тяжелая работа. И тем не менее, конечно, но раньше был кто? Раньше был на всю страну один Ольшанский и Витя Травин. Вот их двое было. Теперь сколько? А правая руля это... Гораздо больше. Конечно. Гораздо больше. И это уже часть правового поля, и на дорогах с асфальтом та же ситуация будет меняться. Перев на новости. 65-10-99-6. Пара вопросов. Что можете сказать про опелевский движок 2.2-155 сил? Насколько я понимаю, Алексей, вы имеете в виду тот, который был в свое время на последней векторе, потому что в нынешней сигневской гамме такого мотора нет, а тот 2.2-155 сил был молодцом и, в общем, хорошо работал, долго, счастливо и, кстати, неохотно ломался. Максим спрашивает, что можете сказать про Сузуки Гранд Витара? Максим, берите две, не пожалеете. 65-10-99-6. Павел, здравствуйте. Алло. Павел, здрасте. Здравствуйте, Сергей, добрый вечер. Здрасте. Я хотел вернуться к первой части вашей программы по поводу... Конечно, давайте. Давайте. Вот почему эту социальную рекламу не пускают по нашим каналам, по основным, по федеральным? Вот почему, например, в Краснодарском крае вот я наблюдал такие моменты, едешь по дороге и вдруг смотришь, причем трасса такая среди леса там и так далее, смотришь, дети начинают переходить дорогу, там пешеходный переход. Ментальная реакция по тормозам и так далее, но когда подъезжаешь, понимаешь, что это в профиль вырезанный металл и покрашенные дети, причем они делают шаг. Действуют изумительно, похлеще патруля и лежачих полицейских. Вот. Более жесткий видеореклам вы, наверное, видели, наверное, ролик кредитка такой, очень давно его сделали. Вот. Посмотрев его, думаешь, когда зайдешь за руль просто моментально. Вот. Получается, что, опять же, невыгодно это пускать в эфир, потому что пусть лучше мрут, пусть лучше больше штрафов крестов собрать. Это выгоднее, получается? Это выгоднее, и ведь депутаты еврейские, ну, псевдоеврейские, которые из Биробиджана, они же сказали, что, ну, кресты это плохо, и мы будем серьезно и шурово штрафовать. Денег надо. Ну, потому что все бюджеты пустые, настолько разворованные, что деньги нужны. А все остальное, если бы у государства была стратегия, ну, хоть в чем-нибудь, ну, кроме развала, вот, если бы она хоть в чем-нибудь была, например, в безопасности дорожного движения, то подобная работа не имеет начала, не имеет конца. Вы помните, когда вы были маленькими, сколько раз к вам в школу приходил дяденька-милиционер в сентябре и рассказывал о правилах дорожного движения? Было такое или нет? Было, было, да, вот, к сожалению, сейчас такого нет, это очень плохо, вот, хорошо, что вы напомнили. А помните, вам рассказывали, автобус спереди, трамвай сзади? Да, да, и это отложилось в памяти, как вот, что наш, именно с того времени, правильно? А кому сейчас об этом рассказывают? А что для этого нужно? А для этого нужно просто пинком взад выгнать дяденьку-милиционера или тетеньку-милиционершу, чтобы она в эту школу ходила не раз в год на 1 сентября, а чтобы регулярно, потому что этим детям потом садиться за руль, ходить вдоль и поперек дорог, знать правила дорожного движения. А что такое правила дорожного движения? Это не то, что ты выучил, это то, что ты впитал, это часть твоего культурного поведения в социуме. И когда у нас бабушка позапрошлого года века выпуска идет поперек дороги и тащит на красный с собой внука, только мы с вами можем сказать, бабушка, ты что, с ума сошла? Ты ему что показываешь? Он потом будет точно так же, как ты, бежать под колеса. И через какое-то время этот внук придет в школу, а там либо будет дяденька-милиционер, либо не будет, который ему скажет, нельзя ходить на красный, а мы с бабушкой ходим. Так вот, передай своей бабушке, что при всем к ней грандиозным нашим уважении, всем нашим подразделениям полиции мы печалимся по поводу данного поведения. Поэтому, мальчик, пожалуйста, в следующий раз спаси бабушку, переведи ее на зеленый через дорогу. Нет этого. К сожалению, это так. К сожалению, тогда сколько раз наблюдал, тащит без перехода. Ужас. Прямо под машины. И думаю, он дальше пойдет. Пойдет именно так, и для него это будет нормально, к сожалению. А мамашке, которая сама стоит на тротуаре, а коляску выставила на проезжую часть и ждет, когда все проедут. А вот с этим ужасом что делать? А мамашке-то 19 лет, 20, 21, а у нее в школе уже не было дяди Степа-милиционера. Уже все. А милиционеры отчитались. Они выполнили федеральную целевую программу. Они получили звездочки, они получили реальные награды за заслуги. Спасибо. Но только это все ваше нас не касается. и нету никакой системы воспитания людей. А у нее не может быть финала, у этой работы. Она всегда мойте руки перед едой, это всю жизнь. Это не только с трех до семи. Это когда тебе и 15, и 20. И платок носовой в кармане, и сморкаться не под куст, и туалетной бумагой пользоваться. У нас в армии далеко не все умели пользоваться туалетной бумагой. Мои 18-летние сверстники, защитники Отечества. И старшина раздавал нам справочник бойца Красной Армии, где было объяснено, как чистить зубы, пришивать пуговицу. Это в расчете на то, что не все к 18-ти годам знают, как пришивать пуговицу. Этому когда надо учить? А вот тогда же, когда на красный стой, на зеленый иди. И всю жизнь это шлифовать. Без вариантов. Да, это так. Это так. И вот, получается, система меняться, наверное, не будет. Получается, что какого-то, наверное, даже предела не достигнут выпускностям на дорогу, вот сколько им надо, чтобы что-то поменять кардинально? Или это бездонная яма? Вы правильно ставите вопрос, но ответ печальный. Им без разницы, сколько. У них нет уже целевого показателя, сколько надо. Збигнев-Бжезинский в своем секретном докладе объяснял, что экономика нашей страны в состоянии прокормить треть населения, порядка 50 миллионов. А нынешние экономисты, которые Збигнева-Бжезинского, не его очень сильно чтут. Они говорят, что для обслуживания вот нынешней элиты и ее экономических интересов достаточно еще меньше. Порядка 20 миллионов человек. Это те, кто будет привозить из-за границы мясо-колбасу, стоять возле нефтяного крана и заниматься продажей на внешних рынках результатов добычи нефти и газа, а все остальное это гастарбайтеры, которые построят красивые дома и супермаркеты. Поэтому получается, что, отвечая на ваш вопрос, а сколько им надо, а из 127 миллионов, ну 27 достаточно, а 100, пожалуйста, как сказал наш президент, стучите копытами к океану. Мы ни в каком количестве не нужны, поэтому ну 100 тысяч на дороге, да сдохните. Да подумаешь? Все печально, Сергей. Спасибо, все понятно, спасибо большое. Ну, я думаю, что на самом деле, Павел, нам с вами это было понятно даже и без обмена мнениями, репликами. Андрей, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Здрасте. Сергей, я потом хотел вопрос задать один, и потом второй, значит, хотел тоже вопрос. Пользуйтесь. Вы ответите, пожалуйста. Значит, вот какой можно автомобиль один или два там, ну какой-то выбрать, чтобы он был минимально потреблял бензин и оптимальный по цене был. А минимально это сколько? У вас минимум какой? Самый минимальный, какой вы знаете, короче. Самый минимальный. 3,4 литра там, ну может быть. Фирма Volkswagen сделала специальный эксперимент. Они серийно выпускали автомобили, так называемые литровые и трехлитровые. Вот трехлитровая у них машинка была, это Volkswagen Lupo, которая ела 3 литра на 100 километров. При этом была полноценным автомобилем. То есть с крышей, с колесами, с печкой, иногда даже с музыкой. И хотя она была не самой прыткой, но тем не менее она потребляла 3 литра. Сейчас они делают свою литровую машину, она похожа на стиральную доску в перемешку с утюгом. Ехать на ней можно только в том случае, если ты тяжкий наркоман, потому что в здравом уме в это садиться уже просто опасно. Но она будет потреблять, как они клянутся, 1 литр. Все остальное либо эксперименты, либо порывы, либо удача. Но когда я, например, специально тестировал вот эту шкодовско-фольксвагеновскую пару DSG с TSI, я взял Yeti, у которого мотор был 1.2, турбированный TSI, и коробка DSG, и в режиме неторопливом. У меня получилось 5.2 литра на 100 километров. Вот мое личное достижение. Причем у меня был и город, и трасса, в среднем получился 5.2, 5.1. Ну, одним словом, можно все-таки модель конкретную, которую можно взять, что вот Lupa, что такое автомобиль, марка есть? Это Volkswagen Lupa, это самый маленький Volkswagen, который на тот момент выпускался, он аналог нашего известного Deo Matisse. То есть он меньше, чем Deo потребляет Matisse, да? Deo Matisse где-то, наверное, укладывается в 5,5-6 литров, но Deo Matisse, поскольку не имеет никаких приборов для измерения, это можно вычислять только самому. В принципе, у меня трехцилиндровый мой Matisse, если я тороплюсь ест 9, если я не тороплюсь, он перестает есть вообще, как мне кажется. По-моему, даже где-то добывает бензин сам и доливает его тайком ночью в бензобак. Понятно. А вот еще второй, я хочу по поводу дорог наших и аварий. Вот если проанализировать, это в основном человеческий фактор причиной во всех катастрофах и дороги. Дороги. Мне кажется, больше прощающий фактор тоже на дороге. Если плохая дорога, то не разгоняйся, она видно, что это не автострада какая-нибудь там, допустим, германская. А если не видно? Андрей, а если не видно? Вот если вы едете, как в Волгоградской области в одном проклятом месте, у вас ровная дорога, вы едете по ней спокойно, неважно сколько вы едете, 40, 50, 60, 80, 200, вы едете ровно, и вы не знаете, что там складка местности и перепад по уровню ровно в рост автомобиля. И вдруг на этом прямике вы понимаете, что, во-первых, вы уже в повороте, а во-вторых, вам в лоб летит фура, потому что ее не видно ниоткуда. И ни одного нет дорожного знака. Но венки там до горизонта на этом месте. И вот последнее. Да, и последнее. Вот по поводу взяточников этих. В принципе, по большому счету нужно всех садить. И неусловно. Но если Путин это начнет, то он его просто убил физически. Поэтому, слава Богу, что он уже начал посадки хотя бы условные, хотя бы отстранение уже. Это только первое. Ему очень тяжело. Вы же сами понимаете. С 1986 года разрушали нашу экономику, приучали нас к коррупции, ориентировали нас на сырьевую экономику. Даже Маргарет Петчер сказала правильно. Нам нужно 20 миллионов в России. Поэтому, я думаю, если все они недовольны, то пусть идут в Объединенный Народный Фронт. Мне кажется, это будущая элита нашей великой страны. Россия не верится в это. Андрей, а что значит Путину тяжело? Путин создал эту ситуацию, при которой мы имеем в том числе и такое количество смертей, и такую экономику, и людей ненужных, и 45% молодежи с дипломом, мечтающие навсегда уехать из этой страны. Путину здесь в каком месте тяжело? Ну, в том, что у него, во-первых, нет вокруг, его есть какие-то единомышленники, но он в основном работает с гвардией семьи. Он вокруг обложенный ими. Ничего подобного. Очень трудно и очень хитро ему надо действовать, чтобы все это вырулить. А хотя бы вот на международной арене. Он уже не идет в Сарваторе, он уже не смотрит в рот дяде Сэму. Потом вот такие вещи... А, поумнел наконец-то. Понятно. Знаете, у него есть сподвижники, целый корпоратив «Озеро», который вот один из этих сподвижников, например, не имел отношения к семье Фурсенко, но он уничтожил в нашей стране систему среднего образования. У нас есть Якунин, у нас много сподвижников, а вот умных людей он боится. Их в сподвижниках нет.